Всем большой привет! С вами Катя. И на меня вечно ругается мама. Там помада, там блеск, там резинка, там заколка. Господи, пора с этим прекращать. Я себе приобрела вот такие вот ведерки, но вообще они предназначены для цветов, но я их решила приспособить на левчачьих мелочей и, допустим, для канцелярии. Там ножницы, ручки, карандаши, фломастеры, но еще одно но. Они очень скучные, и поэтому я их решила раскрасить. Итак, что нам понадобится? Какие-нибудь ведерки, фломастеры для стекла, возможно, стразы, жидкость для снятия лака, чтобы, если вдруг мы напортачили, можно было смыть, и какие-нибудь салфетки. Давайте приступим. Итак, у меня есть голубое ведерко. А что бывает голубого цвета? Конечно же, небо. И сейчас я нарисую облака, а потом снизу что-нибудь придумаю. Вот такие вот облака я нарисую на моем ведерке. Эти маркеры не стираются, но если вы вдруг что-то сильно очень накосячили, и вам нужно стереть, то нужно использовать жидкость для снятия лака, и то незамедлительнее. Теперь я нарисую домики внизу. Ну, кто не любит воздушных змеев? Давайте запустим один на этом ведерке. И также я хочу сделать своему змею хвостик. У меня это будет девочка. А чтобы с другой стороны не было пусто, я нарисую еще один мальчика. И ему я тоже сделаю хвостик. Вот мой змей готов. В принципе, мое ведерко тоже готово. А вот на этом ведерке я нарисую цветочки, бабочки, сердечки, травку. Ну, короче, всякую зелень. И все они у меня будут с интересным орнаментом. Сейчас я нарисую какой-нибудь цветочек. Допустим, тюльпанчик. Он у меня будет красненького цвета. Но перед тем, как рисовать, я рассказала, что они у меня будут с интересным орнаментом. Сейчас я его сделаю. Вот такие вот ведерки у меня получились. Они получились очень красочные. И теперь не будет все разбросано по квартире. И мама не будет ругаться. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите мне в комментариях, как бы вы разрисовали свои ведерки. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok